Так вот, здесь продолжается дальше лекция. Уже я смотрю, здесь другой спикер о чем-то рассказывает. Я хочу сына. Там, не знаю, машину я купила, квартиру я купила, теперь сына хочу. Ну, типа, давай. Ну и вот недавно вычитала про то, что одна женщина сравнивала желание ребенка у мужчины с желанием иметь собаку. То есть сначала как бы прикольно, вот со щенком можно поиграться, а потом сбагрить маме, чтобы она там за ним смотрела и его выгуливала, ну, потому что уже наигрался и неинтересно. Но возвращаясь, например, к ситуации с мужчинами, то есть если мы будем рассматривать не только там мужчин и женщин, ну да, то есть если мы говорим про статистику, то все еще статистика, ну, печальная в сторону женщин, то есть каждая третья женщина в Беларуси когда-либо сталкивалась с ситуацией физического насилия. Но если, например, мы говорим про, ну, добавляем вот в этот ингредиент возраст, то внезапно оказывается, что мальчики и девочки, опять же, статистика про насилие в отношении детей, то мальчики чаще в детстве подвергаются физическому насилию. То есть считается, что мальчиков как раз-таки дисциплина должна быть строже и неприметно с ремнем. И, соответственно, ну, как бы насилие это в том числе язык воспитания детей, да, но если с девочкой можно как-то словесно обойтись, то мальчикам обязательно надо ремень. Потом, соответственно, эти дети растут и, вот, собственно, в партнерских отношениях уже больше страдает женщина, потому что насилие это про власти, соответственно, у кого власть, тот и, собственно, это насилие реализует. И чаще всего, как бы, вот, собственно, власть и насилие, в том числе физическое, это про мужчин. Но дальше проходит время и, соответственно, родители стареют, дети вырастают. И, опять же, если мы говорим про пожилой возраст, то и мужчины, и женщины пожилые подвергаются домашнему насилию со стороны своих детей. Опять же, я не говорю, что это в каждой семье происходит, но если рассматривать, где чаще всего происходят подобные кейсы, то они вот происходят в такой ситуации. Если мы говорим, например, про физическое насилие в отношении мужчин, то это чаще всего про мальчиков или чаще всего про пожилых мужчин, которые страдают насилием со стороны своих детей, как правило, это дети мужского пола. То есть мы можем сказать, что, ну, вот эта вот ситуация про то, что насилие можно легко и эффективно решить все проблемы, да, доказать, что ты, как бы, правее, чем все остальные, и как-то свою власть утвердить. Да, это, как бы, в некоторых социальных отношениях это является таким универсальным языком. Но тут вопрос про то, что в итоге получается, что это насилие всегда вернется, то есть ты не можешь быть, там, скажем, у власти, да, или как-то у тебя. И я, например, связываю эти спросы именно с этим, с тем, что, скажем, то, что никто не имеет ответа в сексуальных отношениях, определено, действительно, совершенно точно правило в том сексуальных отношениях. Но это, опять же, я была на лекции по вторникам отделения, и женщина забыла мне вопрос, она сказала, о, боже мой, посмотрите, тут же это крупная история, что вы такие методы, как вы организируете то, что жили, ну, то есть идут, как вы моментируете мосексуальные отношения. Вы, например, своими, в принципе, всеми данными говорите, что в мосексуальных отношениях большая вероятность достигнуть оргазма. На что я и привела пример. И, например, смотрите, например, ситуация. Я, например, 20 лет ждусь со своим мужем. И в итоге внезапно у меня причину, у меня никогда не было оргазма, но, в общем-то, это не обязательно. Ну, особенно, там, для моих, там, 40 лет, например. И вдруг внезапно я увидела это исследование. И я такая думаю, окей, у меня есть выбор, а я могу поговорить со своим мужем и признаться ему, что я никогда не испытывала отдаст, но, может быть, мы как-то можем что-то с этим сделать, либо стать лесбиянкой. И, наверное, ну, как бы мне проще стать лесбиянкой, чем поговорить со своим мужем. Ну, вот, наверное, да, серьезно. Вот. В общем, у нас, наверное, все. Да, у нас прям совсем все. Если у вас остались вопросы, то как раз можно их еще поздравлять. Так, есть пытания по... Алена, верите мне удячно за лекцию вам. А рекомендации вот по поводу вот этого исследования. Есть очень классный фильм документальный «Венера». Знаете, не знаете про него? Нет, нет, не про «Венера» не знаю. Прошел буквально, по-моему, 3 дня на языке оригинала, в 2016-м году. И там авторки сняли, продюсерки, про... С реальными женщинами разговор о их сексуальной жизни, о их сексуальности. И вот, честно, тот момент, когда они говорят, сколько количества партнеров у них было, и с какими они количеством испытывали оргазм. Ты просто сидишь и думаешь, почему так. И сегодня, сейчас, то, что про разговор и вот этот момент. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Кто-нибудь еще? Спасибо за... Я бы, наверное, хотелось обратить внимание на порнофильмах. Мне кажется, ситуация, что все большое, все долгое, невероятное и настоящее, хоть прошлое. Ну, что если найти сейчас нашу, я как потребитель этого контента, я бы сказать однозначно, что очень много людей придется от конвенции. Когда люди сами занимаются сексом, укладывают это видео. И, мне кажется, ситуация меняется в ту же сторону, и это уже порно стать все-таки ужасным источником знаний про секс. Ну, здесь я говорю не о том, что, ну, там, условно говоря, когда это все происходит не сразу. То есть я имею в виду, что, например, когда ты, предположим, там, тебе лет 25, ты активно, ну, то есть, условно, у тебя есть достаточное количество, как бы, практики в смысле в осознании своей сексуальности. И при этом ты, как минимум, разобрался в том, что там, не знаю, порно это не только папина кассета, что есть какой-то другой вариант. Ты уже начинаешь разбираться, окей, мне это нравится, мне это не нравится. Но я сейчас говорю о подростках, когда вообще секс – это абсолютнейшее табу. И самое популярное по выдаче вообще где бы то ни было – это все еще, ну, условно назовем это как раз-таки вот эти все классические, доморощенные штуки, когда там дольше, больше и обязательно 7 изображений в конце. То есть нет, там, не знаю, какой-то ситуации, когда с подростками проводят такой, не знаю, ликбез на тему корна, где говорят, окей, мы все знаем, что вы так и так будете смотреть порно. Давайте проведем вам, не знаю, категории порно, что есть, что нет, что популярно, что непопулярно. Попробуйте, там, не знаю, с какими-то включениями видео и с тем, что, там, не знаю, протестируйте свой организм на тему того, какое порно вам нравится, да? То есть мне, когда я сейчас это говорю, предполагаю, что, ну, такое вообще, ну, сложно вообще как таковое представить. Возможно, это есть в какой-то параллельной реальности, но в Беларуси очень сложно. Вообще такое представить. Ну, и в тему секс-просвета мне приходят две интересные истории от моих знакомых из Германии. Одна моя знакомая рассказывала, что, ну, вот эти все истории про, там, банан, презерватив, и это все реально происходит на уроках биологии, когда пара, то есть, ну, не в смысле реальная пара, а мальчик и девочка разнополые ребятам дают банан и презерватив, и вы должны вместе это учиться делать, да? Ну, да. Другая история, это о том, что одной моей знакомой, у них было задание, она должна была прийти в аптеку, каждый, собственно говоря, учащийся, должен был прийти в аптеку и купить презерватив. А тебе 12. То есть у тебя, скорее всего, еще вообще никогда не было первого секса. И она говорит, для меня это было прям вообще ужасно, одно из самых чуть ли не травматичных воспоминаний, потому что маленький город, всех-всех знает, и я знаю, что я сейчас приду, куплю презерватив, и там меньше, чем через 10 минут мои родители уже будут про это знать. И, естественно, вначале я думала, ну, зачем так грубо, зачем так резко? Но, с другой стороны, знаете, некоторые вещи должны изучаться через боль. Ну, в том смысле, что если ты прошел через унижение бананом и унижение, там, не знаю, покупки презерватива 12 лет, то, возможно, ситуация, когда в 16 ты скажешь своему парню, что типа сорян, но давай как бы все-таки натянем презерватив на банан или сорян, но как бы я в состоянии сама купить презерватив, это не что-то, что ответственность парня, а если парень забил на свою ответственность, ну, типа, ну, значит, не судьба, да? Ну, то есть, в любом случае, это твое тело и последствия, они прежде всего, ну, как бы беременность, это про женское тело. И, ну, и в этом смысле, ну, не знаю, наверное, нужно искать альтернативу, но как минимум альтернатива, это вряд ли про то, что секса нет, и все должно происходить до свадьбы. Что-нибудь еще? Окей, да, я вижу вопросов. Пока нет, пойдем дальше. Какая вот лекция? Да, унижение бананом, это, конечно, сильно. Надеюсь, вы никогда через это не пройдете. Не желаю вам проходить унижение через банан.